Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к третьей главе книги пророка Исаии. Проповедь третьей главы, в общем, продолжает то, о чем речь шла во второй главе этой книги, хотя в ней появляются свои отдельные новые аспекты. В первую очередь Господь говорит о том, что в результате идлопоклонства происходит унижение и измельчание людей. Вот, говорит Господь, отнимет у Иерусалима и Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом, вождя, судью, пророка, прозорливца, старца и так далее. Дам им отроков в начальники и дети будут господствовать над ними. Господь говорит о том, что там, где нет правды, там, где в жизни общества преобладает кровопролитие, насилие всех над всеми, обман и отказ людей защищать беззащитных, там, где мы позволяем всем обладающим силой и оружием унижать, угнетать и грабить сирот и вдов и убивать беззащитных, там, где вот это все происходит, общество деградирует, в нем не остается людей, которые могут быть вождями, судьями, пророками, прозорливцами, советниками и художниками искусственных в слове. И тогда в этом обществе будут командовать отроки, и дети будут господствовать над ними. И в народе, говорит Бог, один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша превозносится над старцем. Вот видите, деградация общества, это с точки зрения пророка Исаии, прямое следствие нашего нравственного облика. Ну и, конечно, прямое следствие поклонения идолам, но все-таки в меньшей степени. И вот очень, я бы сказал, с неуместной поэтичностью пророк говорит, в тот день каждый человек схватится за первого попавшегося и говорит, ой, у тебя есть одежда, давай ты будешь нашим вождем. Не потому, что он там умный, умелый, просто хотя бы, что у тебя вот есть одежда. И такой человек скажет, нет, я не буду, не могу исцелить рань общества. Не найдется в таком пропитанном насилием и ложью обществе, не найдется человека, который может исцелить его раны. Так рушился Иерусалим и пал Иуда, говорит пророк, потому что язык их и дела их против Господа. Вот, собственно, и все. Теперь Господь говорит через пророка, они сами навлекают на себя зло. Мы уже видели с вами это в первой главе. И снова, как и в первой главе, Бог говорит о выборе. Скажите праведнику, что благо ему, скажите беззаконнику, что горе ему. Притесните ли народа моего дети и женщины господствуют над ним. Вот именно эта никчемность, ничтожество властителей, это не результат инопланетного завоевания. Это прямой результат нравственного облика тех, над кем эти ничтожества властвуют. Да, поэтому, знаете, решение этой проблемы, ничтожности власти, типа поехать в Петербург, брать по Новый Зимний дворец, это не решение. Как это не было решением сто лет назад, так и сейчас. Решение этой проблемы, то, на что направлено твое сердце, твоя нравственная жизнь, твоя нравственная жизнь, вот так. И восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Вдруг оказывается, что эта правда Божья относится далеко не только к Израилю, далеко не только к Иудее и Иерусалиму, а к любому народу вообще. И вот Господь говорит, Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник на граблю бедного в ваших домах. Что вы тесните, народ мой, и угнетаете бедных? И вот Господь предрекает за это крах. Предрекает крах. Вот, собственно, вся вторая половина окончания третьей главы посвящены поэтичному описанию всего того, что будет отнято у дочерей Сиона, потому что жизнь наполнена грабежом и насилием. Читать это иногда очень трудно, потому что, казалось бы, ну, вроде бы он только что говорил, что он там создал этот народ, вывел его, да, и предрекает такое страшное бедствие. Оказывается, причина этому в том, что мы, собственно, сами и выбираем. Продолжение следует...